Добрый день, читатели сайта КПК в Украине. Сегодня у нас в гостях финалистка нас отбора на Евровидение 2018 Елиса Таяна. Здравствуйте. Доброго вечера. Повод у нас хороший, это вы стали финалисткой нас отбора Евровидения. Ну, начнем с такого вопроса, расскажите, как проходит подготовка к финалу, вообще все ли уже готово, что поменяете в номере, чем будет отличаться номер финальный от полуфинала. Вы знаете, подготовка так же и до полуфиналу, мы продолжаем готовиться, поменяем там какие-то нюансы, но в основном мы ничего не будем изменять в номере пока что. Если мы, конечно, пройдем отбор и пройдем финал, тогда мы будем уже працювать над номером, потому что сейчас нет возможности часового для того, чтобы полностью его изменять и вкластися. Так как это нужно. Я вважаю, что если что-то делать, то на 100% и профессионально, и круто. А так за тиждень, знаете, что-то взять и менять тяп-ляп, не имеет сенсу. Если готовиться, если мы проведем финал, если мы будем готовиться уже до Португаля, тогда, конечно, мы все силы будем вкладывать для того, чтобы готовить самый крутой номер, над каким будет, конечно, працювать Алан Бодоев, будем и над костюмом працювать и полностью, я думаю, присвячивать майже весь свой час. Ну, я думаю, наверняка в финале поменяется костюм, это точно, да? Я думаю, все будут менять костюм или нет? Или вы еще не знаете? Так, неправильно так. Мы еще до боевого. Аранжировка не поменяется песня? Нет, аранжирование не изменится. Кстати, вы говорили, что есть тоже песня на английском языке, или все-таки кусочек какой-то на английском прозвучит в финале? Нет, я не сказала, что она есть на английском, я сказала, что у нас есть два варианта одномовного тексту, чтобы переглядеть еще раз эфир, вы почуете, что у нас есть два варианта одномовного тексту, но мы решили, что мы не будем ее спевать, потому что, прочитавши эти тексты, я их не спевала под минус, мы понимали, что песня абсолютно втрачает свой колорит, и она втрачает свою суть, ее сенсы, и она стает абсолютно иначе песня. То есть, если у нас есть песня Леля, и у нас есть четкая позиция, она была народжена украинской песнею, она была народжена с украинской душой, душу ты никак не прикладаешь, ты не прикладаешь историю, ты не прикладаешь ничего, то, что было написано по-справжнему. Тем более, что мы, когда ее писали и записывали, я передавила много конкурсов «Євробачения», и я поняла, что мы весь час намагаемся подложить, перекласти песню, хотя много из стран, Европы, этого не делают, они встали песню на той мове, в стране, которую они представляют. Поэтому мы решили, что все-таки уже достаточно, напевно, нам тоже перекладывать свои песни, что у нас, тем более, что мова очень мелодичная, она входит в трюку наикрасивейших и мелодичных мов в мире, после итальянского, именно в другом месте, поэтому мы решили перекладывать. Мне здесь нужно показать красу нашей мовы и красу украинской песни, современной украинской языке. Украинский язык звучал на Евровидении, но какие-то небольшие фрагменты, припев, не больше. Так, уривки, або приспев, або другий куплет залишали украинским мовным, а в основном перекладывали на английском мове. Известно, что вы автор этой композиции. Расскажите, как долго над ней работали, вы подавали заявку с песней «Квитка», насколько известно, потому что она нарушила правила, поэтому пришлось поменять строчную песню. Да, поскольку в правилах конкурса есть такой пункт, что если песня выходит до первого вересня, то она уже не имеет права принимать участие, поскольку мы уже ее выполнили до первого вересня. Пришлось нам поменять песню буквально в очень короткий период времени. У меня были готовки, но, скажем так, просто все-таки были, знаете, как готовки дома, там что-то написала, себе трешки мелодичная линия какая-то была. И когда после Нового года все стало, как раз я вернулася домой, Иван говорит, что срочно повернуйтесь, нужно нам поменять песню, писать новую. И мы, наверное, максимум, это было в тиждень, когда нам пришлось полностью делать аранжевания и записывать. А сама песня, я ее написала, ну, я не могу сказать за несколько дней, но это как-то так, ну, за этот весь период, потому что спочатку написала первый куплет при сплете, потом написала другой куплет, но, поскольку это все по-живому, потому что у меня как раз были такие отношения, когда Леля покохала того, кого нужно, то я как раз на живом, на живом поте. То есть личная опыт, да, это ваша? У меня все песни из особистого такого опыта, то есть у меня все песни автобиографичные, и это как раз эта песня тоже автобиографичная, где я описала как раз свои отношения, когда Лелю кохать боялись, потому что карьи и очи темные, как ничка, когда говорят, что ты очень сильный, я не могу с тобой говорить, ну, окей. Поэтому, конечно, это все, как говорят, по живым радам и досвиду написано. А почему Леля? Леля, потому что это богиня кохания. Я решила отожнить, примирять, порівняти для публики богиню кохания с девчатами, что и богиня кохания тоже плачет, они тоже страждают, когда закокуются, потому что почутствие ты не изменяешь, ты кохаешь, разочаровываешься, перестаешь кохать. Ну, это такой жизненный процесс, который ты не сходишь. И я хотела закликать девчат, чтобы они не страждают, чтобы они себя чувствовали богиня кохания, и понимали, что кохание – это перманентный стан твоей души, это твои шляки, по которым ты должен идти, и не страждают. Даже если есть такие сомневки, так, конечно, мы все люди, у нас есть душа, мы можем переживать, но с посмешкой на густах и пританцовываясь, поэтому Леня и такая веселая на своих шляхах. То есть у вас вот эти отношения буквально закончились перед конкурсом и появилась эта песня? Так я понял? Так. Так, еще такой вопрос. Кстати, не было обидно, что именно песня «Квитка» не попала? Возможно, вы делали ставку больше на эту песню. Тем более, из этого альбома она стала, по-моему, самой популярной. Именно в интернете все говорили, что эта песня должна участвовать в конкурсе, очень много было комментариев, читал в юкубе. Мы не расчаривались и не расстроились, потому что мне кажется, что все делается так, как нужно. В доле есть свои планы, и все, что не делается, все до лучшего. И у нас там меньше, что делается такая песня, как вы уже танцовывая вся страна. Кстати, а в прошлом году у вас были какие-то разочарования, что вы не поехали? Все-таки вы получили наивысший балл в жюри, но немножко не поддержали вас люди, телезрители. Какой-то не было у вас, то ли обиды, возможно, больше не хотелось принимать участие в отборе. Ни, образа не было, наоборот, вы знаете, это же опыт, это колоссальный опыт. Такая платформа музычная, на которой ты можешь проверить свои силы. И ты, наверное, первый, что ты можешь там в жизни, это поделиться с большой количеством слушателей своей творчеством. После прошлого года у меня появилось очень много слушателей, появилось очень много уважаемых моих творчества и музыки. И они узнали, кто такая Таляна, которая в ней музыка. И это много чего важно. Поэтому, конечно, мы только пошли звезды с плюсами и с победой для себя. А вы долго думали над темой, участвовать или снова, или не участвовать после отбора? Честно, мне не очень хотелось. То есть вам хотелось, да? Я очень боюсь конкурсов и страшно переживаю. Но для меня это стресс, не то слово, что стресс. Для меня это стресс, ты идешь на конкурс и это все переживаешь. Концерты – это одно дело. Ты приходишь на концерт и тебя никто не оценивает, не осудживает, не комментует. Ты просто выходишь и держишь свою творчество. Наверное, следует просто научиться относиться к конкурсу, как просто к концерту своего. И тогда изменится и свое ставление, и отношение, и, наверное, свое чувство на сцене. Сначала не хотели, а потом мы решили, что все же таки в новом году мы были так близко на этой перемоге. Ну, взагалі, там буквально какие-то миллиметры. Поэтому мы решили все таки, что, возможно, этого года люди поддерживают меня. За целый год у нас появилось больше уважений. Возможно, им захочется побачить меня, как представницю Украины, Невербачене. С такими песнями мы решили ее оставить. И чтобы впервые, все таки, в истории Украины, Невербачене, пробовала пісня, исключительно украинской мовы. Без английских кублетов и всего остального. Кстати, по-моему, опять повторяется история. Опять вы в финале, опять Меловин. И, по-моему, опять будет борьба между вами. С самого начала писали только про вас, что Таяна и Меловин, главное, претенденты на победу. Что в прошлом году, что в этом. Как вы? Я не знаю, что это такое, я не знаю. Как это пояснится? Ну, напевно, это какой-то наш шлях. Ну, сейчас делай ставки именно на вас и на Меловину. Ну, еще как одна, главная тройка, которая может представить Украину. Вот есть волнение перед финалом. Конечно, есть хворювания. А как их может не быть, если есть живая человек? Я хвилююсь, конечно, я хочу победы. Я до нее долго и шла целый год. И минулый год. И мы стольких склали любовь и часу, и властных ресурсов, для того, чтобы потрапить даже до финалу. Спасибо большое. Мне кажется, что в этом году вы как-то меньше переживаете, потому что в прошлом году вы очень сильно переживали. У вас даже были проблемы с голосом. Вы, наверное, даже к нам приходили, что у вас уже были проблемы с голосом. Все-таки как-то себя настроили все-таки? Ну, я же говорю, что для меня такой челлендж. Деякий. И я с прошлого года так перестроилась, конечно, я уже минулый речный півфинал пережила. И финал пережила. Для меня это был колоссальный опыт. И уже с этим опытом я пришла с прошлого года, конечно, не так сильно хвилюючись. Я уже это проверила на півфинале. Я думала, так, півфинал это будет такая точка проверки. Чи у меня снова пропадет голос в Телефону Морося, чи нет. И вы знаете, он так звучал, у меня достаточно дзвинка нормально, нікуди он не пропал. И было меньше хвилюваний. Конечно, есть вопросы, как у каждого артиста. До себя всегда есть какие-то вопросы, есть какие-то моменты, которые ты хочешь поменять в себе, в номере, в выступе, в своем поведении. Но это все развиток, иначе не может быть. Все нормальные люди и артисти шукают как раз в себе эти моменты, которые нужно изменять. Потому что, мне кажется, если их нет, то ты уже не можешь развивать, а ты уже будешь сидеть на месте. Надо всегда обгрейдить, что шукать в себе. Какие у вас есть вопросы к себе? Ну, сейчас я возьму и расскажу, правда? Это же мои вопросы для себя, правильно? Но я их маю вырешать. Но все-таки вы смогли, да, в полуфинале расслабиться и показать на все 100%? Да, в принципе? Не на все 100%. Так, еще, конечно, были хвилювания. Кстати, тут приходил вопрос на сайт. Признайтесь, если в этом году вы не поедете на Евровидение, это вас сильно ранит. Я не могу сказать, что это меня очень сильно ранит, там, как-то, нашкодит прямо душевно и физично. Так, будет неприятно, но я даже про это не думаю. Я не допускаю в себе думки, что я програю и не поеду. Я верю в светлое в будущее, знаете, как афермирую и делаю себе установку на добро, как делали экстрасенсы. Я думаю только о хорошем на сегодняшний день. А если станет что-то плохое, значит, оно так и должно быть, значит, оно станет. И тогда я уже буду думать про него, а сейчас наперед, навещу себе там, как-то, афермируйте на плохое. Або даже отпускайте такую думку. Нет. Нет, но плохое не станет, это было уже в финале. Так что уже... Уже ничего не было. И это единственное, что... Как за вас будут эти глядачки голосовать? Это тоже проблема. Треба, чтобы они хорошо голосовали. Мы-то все за. Мы-то дуже, и живи за вас за. И я, конечно, хочу, чтобы за меня голосовали. Это будет великое, народное, народное, народное. И я не знаю, честно, что сказать. Мне очень хочется в середине поездить. Мне хочется представлять Украину. Мне хочется выступить так, чтобы выкликать у людей доверие. Я буду делать все возможное для этого. Что я смогу сделать, я буду все это делать. А как оно будет? Это не предвечер. Мы живые люди все. Ну, кстати, много именно участников, что для того, чтобы просто представить песню, засветиться на конкурсе, именно вы, и в том числе и Меловин, них именно цель на представить Украину. Это все-таки главный цель, и участие только поехать и представить Украину. Ну, вы знаете, мне кажется, что я уже в таком веке, и с таким опытом, когда мне не стоит идти на такие платформы, чтобы просто показывать песню. Песня уже живет своим жизнью, и в ней танцует по-украине. У нас есть позиция, и у меня есть позиция, и у меня есть желание, и у меня есть воля, и у меня есть мечты. И я действительно хочу этого, и мне кажется, что я готова для этого на сегодняшний день. И внутренне, и морально, и творче. И я очень верю в песню, мы очень верим в нашу команду в эту песню. Потому что она классная, она крута, ее спевают все, Леля, Леля, это драйв, это уже не какие-то страждания, знаете, с которыми ты едешь и думаешь, боже, ты сейчас этим стражданием весь народ просто в какую-то депрессию загонишь. А от этой песни, даже когда там какая-то такая история сумная, что Леля покохала того, кого нужно, но она как-то, как Лики, ты ее послушаешь, и ты такой, ну и что, ну окей, чего там расстроиться, что там переживать. Идем далее, кохаем далее, она уже танцует, и там, в этой песне. И вам тяжело далась хореография, потому что до этого на сцене больше, ну, исполняли лирические композиции, ну, мало двигались на сцене, можно сказать. Для меня это вообще эксперимент. Я, звісно, занималась хореографией для себя, ну, знаете, там раз в течение ходишь кудись, а потом раз в месяц на хореографию, там, пластику розробляти, тому що, так, здебільшого в моей творчості майже лиричные песни, там особливо и пластики, и рухи не нужно было, и, оскільки я до этого не працювала за Ланом, в меня не было никаких постановок, тому я над этим навіть не задумывалась. И, в принципе, и часу не было, потому что дитина, и много таких побутовых проблем, когда ты собі не можешь дозволить выделить час на хореографию, ну, и цей роскош для артиста, для людини, ходить постійно, там, на хореографию, спортзал, заниматься собой, заниматься стилом, заниматься вокалом, то есть на это идёт очень много времени, а у меня ещё есть материальные, подготовки, моменты, детские, материнские работы, поэтому у меня не было возможности заниматься, и тут, когда появилась такая идея, я была очень сестра, мне так стало интересно, я хотела попробовать себя в танцах, и это такой был для меня челлендж, потому что я знала, что я не супер танцорист, я не супер хореограф, там, и танцористка, и я знала, что будет тяжело танцювать и спевать, одночасно, еще и на подборах, но мне этого так сильно хотелось, что я занималась, я занималась у каждого дня, я не знаю, правда, как это на сцене выглядит, смешно, не смешно, но мне не страшно. Вы же пересматривали, да? Это комедно выглядит. Вы же чувствуете, как до вас относится публика? Позитивно, позитивно относится. Почему? Ну, наверное, им понравится. Я не знаю, вы показали ногу, вот такую, вот такую, и все затимовали, что ты умеешь. Не знаю, им понравится, но у меня, знаете, какой был месседж? Я уже давала интервью на рахунок танців, так? Не треба бояться делать то, что ты умеешь, треба пробовать. Если ты не умеешь, то не бойся, потому что у нас очень много людей, вот я там не пластичный, не умею танцевать, не пойду на танцы, а почему? Иди, вот тебе, например, артист, пішов, вивчився, затанцював, и много людей так может сделать, тем больше на сцене. Для меня это был эксперимент, для меня это был маленький шок, но я с ним справилась, много занималась, и еще буду продолжать заниматься. И мне так это понравилось, что я теперь прошу Алана, Алана, пожалуйста, можно мне також, ну, письмо, теперь постановку, я буду заниматься и ходить в хореографии, там, у 10 дней в день, чтобы в собе выработать эти навыки и стать профессиональнейшим артистом. Лучше, как Биллионс будет. Я буду ходить и танцювать, спевать с постановками, с бек-вокалистами, чтобы у меня была большая команда, хочу тур по Украине, хочу тур по Европе. Вот у меня такие грандюозные плани и мрії, до которых я иду уже давно, но вот этими мелкими кроками я все же таки иду до мети. Нехай это будет не швидко, как бы хотелось так, но вот как по трешке, по трешке, я иду до своей мрії, и все виходит, и я очень счастлива. Если еще выйдет Европа, то это вообще будет вау-эфект моего жизни. Просто я не знаю, как я буду на это реагировать. Ну, как Аллах сказал, что он будет бегать голой по Хрещатику, я не знаю, что я маю придумать в этом случае. Потому что это будет прям, я не знаю. Нет, ну видите, хорошо, ведь с Евровидением появилась песня у вас новая хитова. Так. Вот, новый образ совершенно. То есть такой неплохой. Одни плюсы, я не говорю, что тут... Даже если бы не покопался в этом всем, нет минусов. Одни плюсы, действительно. И образ, и песня, и хореография, и шанувальники, и вся Краина танцюет, и столько видео, и комментариев, и концерты есть. Все супер, все классно. Все так, как мы можем быть. Вы теперь не будете грустно писать песню? Вы знаете, так как я пишу песню по своему життєвому досвіду, и только по живому, как оно там будет, не знаю. Но я хочу писать теперь, даже если сумна какая-то история, то только в шансовом, драйвовом темпе. Будут они теперь швидкие и веселые. Потому что все таки, вот такая лирика, знаете, прямо лирика-лирика, сумна, какаясь меланхоличная. Я уже от этого не хочу стоять на сцене, страждать, там разом бровки зводить, тут, знаете, біля носа, на переноси. И вгонять людей в депрессию, вот так скажемо. Ну, так хочется, навіть, если это будет сумна песня, то она будет так обнадеживающая, вот так скажем. Она будет даровать людям светло в конце тоннеля, вот так вот. Вот так вот я все себя вижу. Ну все таки, как мне показалось, что она ближе к украинский язык, писать на украинском и исполнять на украинском. Потому что даже много раз читал, что говорили, что отходить от русского языка, все таки украинский язык это ваше, все таки ближе вам. Как-то оно и теплее, как-то и воспринимается. Ближе и теплее, потому что я росла в украиномовной семье, и мы все спілкували с украинским. У меня тату из Франківщины, мама из Хмельницкой области. И у нас, как раз, если вы по песнях чули выразы эти все, то они не суто украинский, литературно-украинская мова. А у нас такая она, где-то польская, где-то румунская, где-то Франківщина, как выглядит хмельницкие бараки, как моя тетя моя каже. И есть там такой сленг, певный, украинский мне ближе, потому что я виросла в этом среду. Я жила в селе по пів року у бабуси, каждый літо мы проводили в селе бабуси. И вот эти все выразы, что стежками забутыми, до тебя йшла разбутоя. Потому что мы бегали босси по стежкам, мы бегали в 14 лет за хлопцами по тих лесах и по стежкам, по тих полях с кукурузой и с бурячинями. И это в меня есть. И мне не приходилось, знаете, как сидят где-то, пишут письки, ну прийди фраза, ну прийди, ну будь ласка, потому что читают Лесу-украинскую, и там какие-то фразы, или там еще с кого-то кредут, потому что там хорошая такая фразочка есть. А мне не приходилось, а я сидела и мне так опа, опа, идут информация, идут все эти выразы и фразы. И я все это пережила. И даже мне кажется, что какая-то история кохания написана хорошей украинской мовой, образной типовой, когда она тебя сразу в образы вкидает, она звучит намного красивейше, чем российская, потому что российская, она больше грубая и для швидких песен. Ну, возможно, так. Но каждому решить, каждый имеет право на свое, каждый свой вкус. Но мне все-таки ближе украинская мова и украинская песня. И это никуда не выкидываешь. Потому что у меня корень такие, у меня тато спевал в песне, и в Уцурске, и мы, как мы спевали в детстве, поэтому у меня все как-то так схрестилось, перехрестилось, перемешалось и отвернулось в такий львов. А у вас песни, они так поезией выходят, или вы их конструктуете, как конструктора складаете? По-разному бывает. Бывает. Вот песня Колескова, я ее называю, песня Кричу. Она родилась у меня в драм-драм-драм-драм-куплет, приспев. Причем я пришла на студию и у меня есть такой аранжевальник и друг у меня Дима Литвинец. Я пришла к нему, он сидел там около меня бриньком на гитаре, а я говорю, давай играй, играй дальше. И они такие красивые. И я сиду и, чого ты его учишь? Заблакани мои очи его. И сразу идет песня, и он уже такой, далее играет, не перестает. Я сиду и пишу, и на диктофон, и на листочок, и говорю, что мне идет информация, я не могу остановиться. И потом мне сразу пришел, правда, куплет с приспевом. Другой куплет я уже сидела, думала и описывала все ж таки своё життя, что ты сильною стала. В ночи ему спевала, до сердца пригортала все. Ну оно так и было действительно. Я все пережила с дитиною, когда слышалась она. Тому воно все пережити мною, воно все звідси взяти. И вот знаете, как був там якийсь такий шар з цією информацией. И я его так вот достав и выклала в церковь. По-різному бывает. Бывает так, что приходит просто сначала мелодия. Мелодия приходит, а в основном в машине, когда я куда-то еду. Потому что мне нужно быть одной, для меня должно быть в тиши, одной самим, чтобы со мной никто не говорил, с вимкнутыми телефонами. И в основном мне в машине приходят. Я еду что-то у мелодии, на диктофон, что-то там не спило, не спило. Потом приходжу дома, могу подобрать аккорды. Если я не могу подобрать, то я еду до аранжевальника, и мы уже там разом с ним начинаем сидеть и працювать. Доброе, что у меня есть такие аранжевальники, мои друзья, которые мне не понимают співслова. И я до них приходжу и говорю, ну, смотри, вот такой аккорд, а тут такая мелодия, а тут я чую, тут мажор переходит в такой минор. И вот так вот. Я им это объясню, как лево руками. А они уже, ну так, так, и говорят, ооо, да, так, правильно. Тут такой творческий процесс, который, если вы сняли, то будет очень интересный и смешный, потому что там у нас такие бывают первые деколи. Вот так вот народжаются у меня все эти песни. Я думаю, что, в принципе, я как у всех композиторів, у всех авторів, но так и бывает, я какось вид поклику воношли. Чуткий вопрос приходил. Меловин, если победит на Евровидении, то победит, прежде всего, как предваритель подросткового фанатского движения. Я хочу спросить, какая она ваша фанатская аудитория? Есть ли она? Різноманітно. Різноманітно абсолютно. От 5-ти лет и до, не буду сказать, до скольких. Потому что мне пишут абсолютно разные люди. Мне пишут дяди восьмиричные. Так мне пишут и женщины, которым там 70-ти лет. Я думаю, за 70-ти лет. 65-ти лет. То есть это абсолютно разнообразная публика. Что пишут дети? Дети мне пишут, особенно про швейские песни, и, ну, там, был русский мовник, когда Львов был, и швейские песни понравились. Танцевальные, да? Да, танцевальные. А сейчас очень нравится Леля, и нравится Квитка чему-то всем детям. Квитку любят дети. Девчатам. Дружки народа, поэтому она очень близка. Ты даже не забываешь, что и я. У меня есть какой-то народный элемент. Хотя это не фахлорный послушатель, но все равно ты ее слушаешь как народную песню. А есть народный элемент. Я вам скажу, чего. Я анализировала просто ее на днях и поняла, что там есть, наверное, все эти мотивы Муцульских Колумиев. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У нас уже Colneit на ласкяны госпожие, оно же такое... Действенно, потому что�� 당лина так в tel Video, так вышло у меня что? Украинская мелодия и 원래 precedенного мотива, в мотином 60-70, мы 31 years para Новый год сейчас в 60-70s годах и у нас получился Неоретро refund. но с украинской мелодией.